В администрации городского округа Люберцы состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомства читались в работе, проделанной с 14 по 20 марта. Подробнее в нашем сюжете. За прошедшую неделю в Люберецком округе было одно возгорание. 18 марта в деревне Токарёво загорелся автомобиль ВАЗ-2115. Пострадавших нет. Сотрудниками полиции зафиксировано 293 происшествия и 35 преступлений. Из них одно убийство, 16 краж, 9 фактов изъятия наркотиков. Дорожно-транспортных происшествий 195. Пострадавших, погибших нет. Реализуется план по капитальному ремонту многоквартирных домов. На 2022 год намечен ремонт 135 многоэтажек. Из них два дома отремонтированы и 31 находятся в работе. Работа проводится по таким видам, как ремонт фасадов, ремонт балконов, ремонт кровли, замена инженерных домовых систем, ремонт отмосток. И также сюда входит замена лифтового оборудования. В городских парках проведено 16 мероприятий. Среди них парковые забеги, скандинавская ходьба, концертно-развлекательные мероприятия. На текущей неделе запланировано 14 культурно-насовых мероприятий. Следите за нашими анонсами в социальных сетях. Жители округа принимали участие в спортивных мероприятиях. В Сургуде на всероссийском турнире по тяжелой атлетике одержал победу Всеволод Васильев. В Калязине на межрегиональном турнире по спортивной борьбе наши завоевали одну бронзовую, две серебряных и шесть золотых медалей. Открытая тренировка люберецких эгистов прошла в Наташевском парке 16 марта. По итогам данной тренировки было принято решение создать общественный совет по Наташевскому катку, который будет принимать решение о развитии данного катка. На текущей неделе запланирована установка рекорда по силовому экстриму, турнир ММА, кубок Тхэквондо и другие спортивные мероприятия. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Дмитрий Гринчев, Сергей Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.